Всем привет! Сегодня хочу показать, как приготовить безе элементарно просто. Если вы не хотите заниматься со швейцарской меренгой, которая тоже стабильная, и ссылочку на такое безе я вам оставлю в описании, то это элементарный способ, с которым справляются все. Для начала нам нужно в обязательном порядке взвесить количество белка. То есть, не важно, сколько вы будете использовать белка, просто на данный момент его взвешивайте, добавляйте щепотку соли и отправляйте взбиваться в миксер, либо взбивайте, конечно же, вручную. Тем временем, пока у меня взбиваются белки, отвешиваю точно такое же количество по весу, как белка, сахара. После того, как белки взбились в легкую пену, по чуть-чуть всыпаю сюда сахар. Продолжая взбивать, всыпаю весь сахар, и затем нам нужно будет взбивать белки до полного растворения сахара. Пока опять-таки взбивается сахар, отвешиваю точно такое же количество, как и белков у вас по весу, столько же и сахарной пудры. У нас всего получается один к одному. Сколько по весу белков, столько сахара и столько же сахарной пудры. Вместе с сахаром можно добавить немножечко ванильного сахара. Отправляем взбиваться еще на пару минут, затем можно добавить пищевой краситель. У меня здесь сухой водорастворимый краситель, я добавила, он прекрасно в белке быстро расходится, вы видите. Либо можно и еливый добавить, но совсем чуть-чуть, то есть пожалуйста здесь по вашему вкусу, либо красить уже после. Я буду использовать вот такую небольшую насадочку, мне нужны небольшие безешки на палочке для маленьких деток. Буду использовать вот такие вот шпажки, такие как для кофе используют мешалочки, чтобы детки не дай бог не поранились. Отсаживаем несколько безешек и втыкаем эти шпажки, не отсаживаем сразу все, иначе вы потом не разберетесь куда и когда вам втыкнуть эти шпажки, чтобы вам было удобней. Затем отправляем наше безе сушиться в духовку, если у вас электродуховка, то это температура 70 градусов с конвекцией и смотрите по высыханию, это может быть и от 40 минут и до часа. Если у вас духовка газовая, отправляем на самый верхний ярус на минимальном огне и приоткрываем дверцу духовки на 3-5 сантиметров и опять-таки сушим до полного просыхания безе и затем безе нужно оставить в духовке, выключить духовку и безе должно полностью в духовке у вас остыть, обязательно, обязательно. Потом безе нужно упаковать и пускай оно у вас немножечко полежит в упаковке, тогда безе у вас больше не станет ни липким, не потеряет цвет, нигде ничего не будет. В общем пробуйте, это очень быстро, очень просто и очень красиво для любого детского праздника. А с вами как всегда был Кекс, ставьте пальцы вверх. Пока-пока!